Здравствуйте! Сегодня в нашей программе мне бы хотелось поговорить не только о том, кому на Руси жить хорошо, но и кто может жить на Руси хорошо. И для этого разговора кто-то бы порекомендовал пригласить в студию олигарха или бизнесмена, или банкира. Но я сегодня позвал в студию потомственного пчеловода, фермера, многодетного отца Олега Александровича Почуева. Здравствуйте, Олег Александрович! Здравствуйте, Андрей! Мой вопрос так к вам и заключается. Нашли ли вы то самое счастье, которое ищут все? И горожане, и сельчане, и богатые, и бедные? Давайте об этом. Если коротко говоря, то нашел. Но я немножко вам расскажу очень короткую притчу. В древности одному царю занимоглось. Плохо он себя чувствовал совсем. И врачи ему сказали, вы знаете, вот единственное, что может вас спасти, вы должны надеть рубашку счастливого человека. И тогда у вас будет все, ваше здоровье поправится. Замечательно. Он тогда обратился к соседнему царю и говорит, слушай, ты счастлив? Он говорит, да что ты, какой счастлив? Мне наследники забодали, там соседи мешаются, какие-то войны, то, как говорится, не урожай, то налогов не соберу. Несчастлив. Короче, искал он, искал, искал, возвращается грустный в свое царство и смотрит, идет человек, пашет землю, орет песню там себе спокойно, что-то. Он говорит, слушай, ты счастлив? Да, он говорит, я счастлив. И что, тебе ничего не надо? Он говорит, нет, мне ничего не надо. Слушай, отдай мне свою рубашку, я тебе все, что угодно дам. А у меня ее нет. Потрясающе. Так, собственно говоря, по поводу вашей рубашки, так как ее? А я вам скажу, значит, ведь понимаете, какая вещь? На самом деле, все, что мне нужно, у меня есть. У меня есть земля, у меня есть семья, у меня есть книги, у меня есть возможность духовного общения с людьми. Ну, а что еще надо? Олег Александрович, знаете, действительно ведь есть такая мудрость. Богат не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чем не нуждается. И в этом смысле я и пригласил вас в студию, чтобы, знаете, немножечко так вот вдохнуть вот этого свежего ветерка, так сказать, человека, который обрел вот эту прочную опору. А вот как же другие, как ваша семья, как ваши дети себя ощущают в том месте, где вы, собственно говоря, живете? Ну, во-первых, скажем прямо, ведь наши дети всегда последователи родителей. И то, что вы вложите в своих детей, то понимание счастья, так оно и будет в них вырастать. И дальше, как бы, вместе с их ростом, и это понимание счастья будет расти. Если вы будете в своих детей вкладывать, что надо купить вот такую машину, а еще лучше, а еще лучше, и бриллиантов навесить, то они так же будут думать. Поэтому у нас нет проблемы с детьми. Мы живем нормальной жизнью, обычной жизнью, воспитываем своих детей. Мы хотим, чтобы они были нормальными, добрыми, трудолюбивыми и счастливыми. И это мы все в них вкладываем. Надеемся, что так оно и будет, конечно же. Но все волей Божией, ты тут ничего не скажешь по-другому. Тем не менее, все, что от нас зависит, мы делаем. То есть вы хотите сказать, что вот этот рецепт доброго фермерства, он реален, он работает, и он может быть фактически, ну, неким таким спасительной палочкой для восстановления, в том числе, сельского хозяйства в России? Он реален. И мало того, что он и необходим, и мне кажется, что это единственный выход для возрождения, понимаете, нас как великого государства. Потому что великое государство не там, где много оружия, денег и всех прочих вещей, а где крепкие люди. Где духовно крепкие, сплоченные, и они знают, что они делают. И их цель не захапать что-то, так сказать, со стороны, а сохранить то духовное, что в них есть, и передать своим детям. Это наша основа, понимаете. И это можно, я считаю, что используя, а мы все-таки страна аграрная, и мы традиционно аграрная страна, понимаете. И я думаю, что для нас это серьезный выход. Я бы сказал, даже единственный в нашей ситуации. О детях. Сколько у вас детей, и, собственно говоря, не трудно ли вам вот в сельской инфраструктуре, назовем таким словом, вот как-то их растить, ведь, собственно говоря, как без гаджетов-то? Вы знаете, очень даже легко, без гаджетов, ничего страшного не происходит. У нас нет телевизора, вот. А интернет у нас есть, как это, так сказать, непарадоксально. Потому что, ну, мы имеем связь с миром, естественно. Но дети прекрасно себя чувствуют, они в лесу вообще как у себя дома. У нас все живое, у нас ходят зайцы пешком, так сказать. Замечательно. Когда я выезжаю из дома, у меня по дороге стая перепелок бежит, и я вынужден сигналить, чтобы они спихнуть их с дороги, понимаете. Они очень красиво взлетают, у них такие радужные хвосты. Здорово. У нас живут стадо косуль, которые, так сказать, мы бережем от браконьеров и охотников. Когда мы вот начали осваивать вот ту землю, на которой мы сейчас так живем, то у нас там жило стадо кабанов, но собаки наши решили, что они не могут соседствовать с кабанами и прогнали их. Но с косулями дружат, у нас бобров 11 плотин на нашей речке. Вы знаете, дети живут прекрасно. Не чувствуют они себя как-то вот ущербными, что ли, что что-то им недостает, что-то какое-то может быть недоразвитие. Вы знаете, у нас очень много книг. В свое время мы поставили задачи собрать совершенно определенную библиотеку, как некий культурный пласт такой, который, неважно, мы умрем, там, детям сохранится, внукам сохранится и там, правнукам, все равно это будет вот то, что нужно человеку для того, чтобы он стал нормальным, культурным, духовным и так далее, понимаете? То есть без этого никак. Телевидение никак не может нам дать развитие, понимаете? Это очень показательный момент. А так, ну что ж, дети точно так же работают с нами, там, у меня даже младший трехлетний сейчас вот выходил, таскал дрова. Они растут добрыми, послушными, неэгоистичными. Ну, насчет послушными нет, конечно. Ну, дети есть дети, да, но современный человек, который фактически урбанизирован, он виртуализирован, вовлечен в некую такую депрессивную сферу жизни. Я предлагаю посмотреть сюжет по нашей теме, а затем продолжим разговор. Идеальный потребитель – это подросток в наушниках с новым гаджетом в руках. Одетый по моде подросток. Подросток с большими амбициями. Для системы, основанной на потреблении, человек – это всего лишь батарейка, поэтому останавливаться нельзя. Он должен потреблять, потреблять и потреблять. А для этого у человека должен оставаться вкус ко всему новому, что является типичной подростковой чертой характера. Stay hungry, stay foolish. Сегодня эти слова стали новой заповедью для молодежи. Молодежь должна оставаться как можно дольше безрассудной и голодной. Голодной до новинок. Проблема в том, что хороших предложений сегодня может быть сколь угодно много. Люди меняют телефон раз в год, место работы раз в два года, партнера раз в три года. Сложно выбрать что-то одно, сложно остановиться на этом, сложно быть постоянным, особенно если система этого не хочет. Останавливаться нельзя, остановка – это сбой в системе. Любое глубокое переживание – это смена ритма потребления, угроза всему механизму. Сейчас стало просто обязательным быть не таким, как все. Креативность – качество, без которого уже стыдно на люди показываться. Поэтому такой всплеск популярности Инстаграма. Потому-то модно сегодня быть предпринимателем, стартапером и желательно – под готовые инвестиции. Ведь подавать надежды сегодня – стратегия куда более выигрышная, чем взять на себя риск и сделать что-то самому и до конца. Что бы вы посоветовали, исходя из этого базиса, на котором мы стоим? Вот смотрите, наш опыт, это чисто традиционный русский опыт, он говорит о следующем, что человек может существовать только, как говорится, в одной ипостаси из двух нам известных. Либо он созидатель и идет в соответствии с душевными движениями и своей верой, либо он потребитель. И тогда не важно, какой он веры, не важно, какой он конфессии, он потребитель, он все равно идет в тупик. То есть есть некое разрушение, которое внутри и снаружи? Абсолютно. Человек-потребитель все равно приходит к тупику в итоге, потому что любое потребление – это против, знаете, как против природы и Бога, как говорил один человек. Понятно. Это очень важно. Наша традиция говорит вот о чем. Что мы люди, созидатели, мы живем, чтобы растить детей, образовывать их, учить их хорошему, а не просто чему попало и втыкая им в уши смартфоны и все прочие вещи, так сказать. Поэтому для людей, которые живут в городе, конечно, стоит задуматься, как мы живем. И таких людей сейчас очень уже много, которые задумывают. А есть ли рецепты? То есть понятно, задуматься можно, желание иметь можно. Ну, смотрите, давайте будем осторожны в этом смысле, потому что сейчас мы скажем, давайте все бросим и побежали на землю. Сейчас мы вот сядем на землю, будем счастливы и будем жить в Божьем… Да. Будем жить, как говорится, Божьим промыслом. Но в этой ситуации Господь скажет, ребята, вот вам испытание. Понимаете, испытание на прочность. Предлагаю послушать мнение эксперта. Я хочу поговорить, что же в этой деревне делать-то дальше после переезда? Вот как раз таким true original колхозникам, типа меня. Переселяться желательно лучше всего в готовый, в нормальный, вернее, в дом, который не требует никакого, ну, серьезного там ремонта, кроме косметического. Косметический в любом случае вы будете делать. Но чтобы серьезного ремонта не было. И вот от этого, значит, я и буду отталкиваться. Если вы, значит, переселяетесь, если вы нашли такой дом, вас устроило место, вас устроил дом, вы купили этот дом, дальше у вас, значит, следующим этапом логичным идет переселение в этот дом. Все, практически все рекомендуют переселяться весной. Но вот у меня личный опыт совершенно другой, и я об этом опыте не жалею. Мы переселились в зиму. Есть время для того, чтобы наладить свой собственный быт в этом доме. Потому что в любом случае, даже если дом хороший, вы все равно внутри дома что-то будете перестраивать под себя. Там делать какой-то ремонт, делать санузел, еще что-то, еще что-то. Все это делать зимой очень даже неплохо. Смотреть, значит, не надо ли там что-то где-то утеплять в этом доме, не надо ли менять окна, не свищат ли из них, не надо ли менять систему отопления, вдруг там она какая-то не особо производительная и так далее. В общем, зима – это такой период обдумывания, покоя и обдумывания, и принятия взвешенных решений. А вдруг вы под конец зимы плюнете на всю эту деревенскую жизнь, поеду я обратно в город жить. Возможно такое? Конечно, возможно. Если вы уж переселяетесь, вам как бы надо в первую очередь действительно позаботиться о доходе. Вы должны думать, продумать этот момент, потому что если вы, значит, этот момент не продумаете, если у вас не будет какого-то пассивного дохода, или если вы не сможете перетащить свою работу в деревню, допустим, вы где-нибудь там удаленно работали в городе, соответственно, в деревне вы по интернету тоже сможете работать удаленно, если вы всего этого не предусмотрели и переехали в деревню просто так, вас ждет большое разочарование. Ошибка многих. Они думают, сейчас мы переедем в деревню и начнем заводить кур, гусей, утят, свиней, там, коз, корову заведем, у нас будет ферма. Отталкивайтесь всегда от сбыта. Пробейте сбыт. Если окажется, что сбыта нет, то все ваши труды окажутся просто напрасными. Если вы нащупаете какой-то стабильный, хороший сбыт, вот этим и занимайтесь. Вот это как раз самое главное в любом производстве – сбыт своей продукции. Если же, значит, вы не планируете, не имеете целью зарабатывания на сельском хозяйстве или на животноводстве, а просто хотите что-то там для себя завести, какую-то там живность, козочку ту же, курочек тех же, ну, потому что все вокруг вам будут говорить, ну, глупо жить в деревне и покупать, допустим, магазинные яйца. Действительно глупо, совершенно верно. Можно завести курочек, и они будут, собственно, эти яйца нести, и будете прекрасно кушать эти яйца. Козочку завести будет, молочко. То есть для себя что-то там можно действительно завести, наверное, даже нужно. В плане собственного здоровья и здоровья ребенка – это крайне рационально, потому что нет ничего важнее здоровья ребенка. В деревне жить все равно офигенно, гораздо лучше, чем в городе. Вот предложили мне сейчас поехать в город, я со страшной, как в страшном сне это на самом деле все представляю. Опять тыкаться у подъезда, ставить там машину, опять. Там, ну, там, ну, совершенно не развернуться. Там нечего делать просто мне, вот лично мне. Там я опять буду сидеть на стуле и смотреть в монитор. Я не хочу, я этого не хочу, просто по-другому там ничего не сделаешь. – Но вы-то, собственно говоря, верите в то, что возможна вот эта система возвращения жизни русского села? – Я не только верю. – Возможно ли возрождение сельского хозяйства вот в правильных, эффективных его формах? – Конечно, возможно. И я не только верю, я считаю, что это единственный выход для нас, как цивилизации. Иначе мы просто погибнем. То есть если мы двинемся по западному пути, это путь в никуда, я сразу скажу. И не то, чтобы мы такие крутые, вот мы говорим, у нас вот особенный путь. Да, у нас особенный путь. Мы другая цивилизация. Русь и славянский мир – это цивилизация духа. И отличается она от западной цивилизации очень простой вещей. Там цивилизация тела. Понимаете? Там всё направлено на удовлетворение потребностей тела. – И развитие эго. – И развитие эго как производное. Иначе тело – это и есть само по себе эго в основе своей, понимаете? Потому что не вы управляете им, а оно управляет вами в этой ситуации. А мы отличаемся и генетически. Мы построены совершенно по-другому. Мы не говорим, что мы должны только духом, цветым жить. Нет. Господь даёт нам и хлеб, и воду, и животных, и растений, и пчёл в том числе. То есть мы обязаны, думая о духовном, не забывать о материальном поддержании своего тела. В здоровом теле – здоровый дух. Конечно же, надо быть очень осторожными и очень хорошо отдать себе отчёт. – Ну да, взвешивать силы. – Что нельзя бросать сразу всё и начинать, знаете, как продал квартиру, взял детей в охапку маленьких, и поехал, сел вот там в овраге или там вот в лесу, а дальше не знаешь, что делать. Так уже было. Это очень много. Идёт страшное разочарование. Причём, кстати, идёт сразу такой нигилизм в отношении и в том числе и веры, потому что сразу человек чувствует себя брошенным. Это очень негативно влияет на его состояние. То есть здесь нельзя говорить о духовности. Он говорит, там, не хочу ничего, вот в городе, вот всё, лучше я буду потреблять. Знаете, как вот тоже момент. – Понятно. – Это опасный момент. То есть человек должен отдать себе отчёт о том, на что он решается. – Вы знаете, Олег Александрович, я знаю очень хорошие случаи реальной жизни, когда возрождение села начиналось именно с батюшки. Вот приехал хороший священник, и он устроил такую духовную, литургическую жизнь, что люди стали приезжать к нему. То есть вокруг него стала образовываться именно община, и реально из города люди приезжают, но они приезжают вот за этим умиротворением, за этим совершенно другим форматом жизни. – Абсолютно согласен. – Они, находя вот это духовное окормление и подпитку, собственно говоря, и получают вот эту вот альфа и омега составляющую счастья. Ну плюс ещё к тому же люди, которые понимают, что многодетные семьи и рождение детей – это совершенно нормальный, естественный формат существования. – Да. – И вот оно всё заодно и как бы цепляется. – Я согласен, причём я хочу напомнить, что общинность, общинность вообще как таковая, это основа жизни славян и русских. На этом всё держалось. Всегда была община, где была церковь, батюшка есть, который как пастор руководит людьми. Он не то чтобы руководил, он направляет, направляет и направляет, даёт какую-то духовную поддержку, потому что действительно человеку самому себе очень тяжело, так сказать, вынести просто борьбу с природой, знаете как. Без духовной помощи и духовной подоплёки – это невозможно просто. – Знаете, Олег Александрович, сейчас вопрос об общине и вообще о традиции общинного проживания в Руси очень стоит остро. И многие не понимают, вот если это является традицией, если это оптимальная форма жизни социума, почему же так легко всё это развалилось, почему вдруг это взорвалось? Очень просто. Вы знаете, ведь вопрос заключается в следующем. Люди вместе держатся тогда, когда, а, их объединяет либо вера, раз, либо общее устремление, два. И это основные факторы, понимаете? То есть потребление не может объединять людей, оно сразу их разделяет, потому что ты мой сосед, а ты купил себе холодильник красивый, а я хочу ещё лучше, потому что я хочу потребить больше, чем ты, понимаете? То есть какая тут может быть общинность? – Началось. – Вот, и началось. Понимаете, как только Запад нам притащил потребительский подход, то же они всё сделали, чтобы разрушить нашу общинность. Потому что общинность – это наиболее крепкая структура. Она, в общем-то, чем она характерна, понимаете? Дело в том, что, ну, допустим, в деревне, вот раньше, например, согласитесь, что, ну, любой пьяница, любой, ну, какой-то насильник, они все на виду, тут никак не убежишь никуда. И человеку очень сложно вести себя неподобающим образом. – Ну да, социально, понятно. – В социальном плане. – Есть возможность воздействия, воспитания. – Конечно, понимаете? То есть и самое страшное было, когда человека изгоняли из общины. Это просто было вообще, ну, всё, смерть, как говорится. Вот, поэтому общинность, она так всегда поддерживала мораль и духовность. А как только нас начали подпихивать к потреблению, общинность рассыпается сразу. – То есть мы говорим о том, что строительство общества на основе именно духа потребления, ну, скажем, на основе духа мира сего, да, вот о чём, будем вещи называть своими именами. – Я сразу скажу, может, это грубо, но это смерть. Это смерть и хаос. – Это смерть для общества, для социума, для личности. – Это практически, вот, другого пути-то нет. – Вот мы, собственно говоря, Олег Александрович, сегодня с вами и в основу-то угла вот этого концепта возрождения русского села и положили духовный стержень. – Конечно, согласен. – И, собственно говоря, базируясь именно… Почему? Ведь многие не понимают, для чего нужен даже храм, для чего нужен батюшка-духовник. А ведь именно духовник и будет авторитетом, во-первых, для социальных личностей. – Согласен. – Потому что он возьмёт этого Ваську, вызовет и скажет, Васька, не пей и не дерись. – И даже, тут даже, вот я сразу скажу, батюшка может даже при этом ничего не говорить. А люди, которые живут вокруг… – Потрясающе. – Потрясающе. – Понимаете, в чем дело? Батюшка, он даже может молчать. – Согласен, согласен. – Но люди, которые идут за ним, они всё равно тем или иным способом, они сумеют воздействовать. – Вот это воздействие святости, оно работает в обществе, оно работает среди людей. – Это вот работа именно в общине, вот так оно и действует. Не обязательно, что батюшку должен бегать за каждым, там, и, знаете, ему это самое… – Ещё подобное. – Её задача – давать общее направление духовного развития. Понимаете? – Вот. А дальше люди уже сами понимают, что вот этот сосед, он ведёт себя неподобающе. Давайте-ка мы с ним поговорим. Ну, что же ты делаешь, это неправильно. И община тогда живёт, не тогда, когда батюшка бегает за каждым, там, и научает его, а когда он даёт общее направление, общую духовность, так сказать. И вот тогда уже люди, объединённые вот этой духовностью, могут сами очищаться. – Я вас искренне благодарю за то, что нашли время приехать к нам. Желаю вам помощи Божьей в ваших трудах. – Спасибо. – А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был потомственный пчеловод, фермер Олег Александрович Почуев. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова